Добрый вечер, уважаемые телезрители. В студии новостей Талина Екатерина Плехова с рассказом обо всем самом главном в жизни столицы, чем был ознаменован сегодняшний день. В ближайшие полчаса я поделюсь с вами тем, что сняли наши коллеги на протяжении нынешней среды. Каждый раз в начале выпуска я обещаю вам рассказать обо всем самом значительном в жизни Талина. Илья Бань уверен, что важнейшие новости и планы столицы звучат в помещении ее информационного центра, куда журналисты собираются на еженедельную пресс-конференцию. Нетрудно было предположить, что среди важнейших будут звучать темы уборки снега с наших дорог и улиц, а также продолжающиеся голосования по народному бюджету. Так оно и было, и основные итоги обсуждения этих вопросов прозвучат в нашем следующем материале. Похоже, природа дала нам легкую передышку. Минувшей ночью и днем обильных снегопадов в Таллине не наблюдалось. Однако работы для столичных коммунальных служб не убавилось. Необходимо продолжать работы по уборке снега, а также круглосуточную противогололедную обработку. К сожалению, качество уборки в городе пока не всегда равномерное, но сегодня ситуация выровнялась. При обильных снегопадах немало времени уходит на устранение последствий непогоды, вне зависимости от числа уборочной техники и персонала, работающего на улицах. Мы вновь призываем понять, что пришла настоящая зима, и надо учитывать это при движении. Заранее выезжать и передвигаться аккуратнее, так как во многих местах зафиксированы обледенения. При возможности пользуйтесь общественным транспортом. Не хочется никого пугать, но в ближайшие несколько дней может выпасть еще столько же снега, сколько выпало за последнюю неделю. А значит, работы у коммунальных служб меньше не будет. В последние дни на улицах Таллина было задействовано 113 единиц снегоуборочной техники. В том числе снегоуборочные машины с распределителем противогололедных материалов и тракторы, а также 41 уборочная бригада. К сегодняшнему утру на обработку дорог было израсходовано 350 тонн хлоридов. Снегопады вскоре продолжатся. Таяние снега мы пока не ждем. По прогнозу, ближайшие два дня будут снежными. Затем объемы осадков уменьшатся. Однако после этого, по прогнозу, вновь снегопад. На улицах Таллина работает вся техника города и наших партнеров. Заслуживает упоминание то, что со вчерашнего дня мы начали организованный вывоз снега с городских улиц. Таллин по-прежнему удерживает и некоторый резерв уборочной техники, который будет выпущен на улицы города в случае резкого ухудшения дорожной ситуации. До 3 декабря город проводит голосование по идеям народного бюджета, которые вышли в финал конкурса. Горожане представили 492 предложения. Из них на этап народного голосования комиссия отобрала 149. В каждом районе будет реализован по меньшей мере один соответствующий требованиям проект, получивший больше всего голосов. Я хотел бы призвать наших жителей активно принять участие в голосовании по народному бюджету, потому что только так достойные идеи мы сможем воплотить в следующем году в жизнь. И сделать это очень просто. Надо зайти на домашнюю страничку города Таллинна, зарегистрироваться и выбрать две понравившиеся идеи. В каждом районе для реализации идеи нужно преодолеть минимальный порог по числу участников голосования. По состоянию на сегодняшний день в Лас-Намя необходимо получить еще 358 голосов. В Кесклине недостает 331 голос. В Хаберсте – 306. В Мустамяе – 321. А Пыхе – Таллине – 385. В Нымя – 31. В Кристина – 25. В Пирита необходимый уровень голосов набран, но все еще можно выразить свое мнение, чтобы победил наиболее популярный проект. Поучаствовать в голосовании можно также в районной управе по месту жительства или в зале обслуживания городской канцелярии. Или же воспользоваться прозвучавшим советом. И сразу после окончания новостей Таллина зайти и проголосовать. Тем более, что адрес сейчас представлен на ваших экранах. Илья Бань, Вадим Малышкин, Петра Улявой, Новости Таллина. Снежная тема сегодня доминирует и в работе коммунальщиков, и в заботах муниципальной полиции, и в волнениях страховых компаний. Причем муниципалы обращают внимание не только на неубранный вовремя снег во дворах и на тротуарах, принадлежащих квартирным товариществам, но и на снег с крыши или сосульки, которые могут нанести прохожим серьезные травмы и даже стать причиной смерти. Об этих зимних тревогах рассказывает Лина Туровская. Зима – прекрасное и веселое время года, если не забывать об элементарных мерах предосторожности. Ответственность за то, чтобы крыши были в надлежащем состоянии, то есть без нависающих над пешеходами лавин снега и готовых вот-вот сорваться вниз сосулек, ложиться на владельцев домов. Если вы, выходя из своего дома, обнаружили, что на крыше большая масса снега или льда, обращайтесь в квартирное товарищество, чтобы были приняты срочные меры по ликвидации опасности. В качестве первичной меры нужно оградить опасный участок ленточкой, чтобы люди обходили его стороной. Следующий шаг – заказ спецтехники, которая должна ликвидировать снежную опасность. Во время проведения работ товарищество должно оповестить по телефону 14410 городские власти о том, что уборочные работы производятся в определенное время по такому-то адресу. Если товарищество на первый сигнал не реагирует, то, безусловно, надо сразу же связаться с нами по инфотелефону 14410, сообщить нашему дежурному, на место будет выслан экипаж, который зафиксирует обстановку, даст свою оценку, действительно ли надо там незамедлительно реагировать, после чего уже мы, в свою очередь, свяжемся с квартирным товариществом и обязуем их выполнить в кратчайшие сроки данной работы. Помимо уборки снега, домовладельцам и квартирным товариществам также полезно застраховать жилье, ведь снег и лед могут засорить водосток, а проникшая внутрь вода причинить значительный ущерб зданию. Не стоит забывать и о страховании ответственности. Если по какой-либо причине, несмотря на все предосторожности, людям был причинен ущерб от упавшей большой массы снега или сосулек, или же в результате падения снега и льда пострадала машина, тогда ущерб может быть достаточно большим, и владельцу дома подается иск о возмещении ущерба. Такой иск может исчисляться несколькими тысячами евро. Пока на улице мороз и снег пушистый и легкий, ситуация не столь опасна, а вот тающий на крыше снег становится в несколько раз тяжелее. Крыша просто просядет под его тяжестью. Также неубранный снег может стать причиной проникновения внутрь талой воды, что станет причиной значительного ущерба. И поэтому, несмотря на очаровательный зимний пейзаж, нужно не забывать об опасностях и не относиться беспечно к тому, что надо сделать сегодня, а не отложить на завтра. Ленитровская, Роман Васильев, Новости Таллина. Конечно, все города и поселки, и находящиеся там школы, не похожи друг на друга, повсюду свои проблемы и специфика. Но недавние протесты учителей по всей Эстонии, причем и в русскоязычных, и в эстоноязычных школах, показали, что множество существующих проблем в системе образования, как в маленьких сельских школах, так и в больших учебных заведениях крупных городов, схожи. Доказательством тому стало то, что когда вице-морталин Андрей Канты встретился с работниками сферы образования с пяти городов Эстонии, стало ясным, что ни в столице, ни на местах картину на ближайшую перспективу абсолютно оптимистично никак не назовешь. Подробности в материале Вадима Малышкина. Встречи чиновников в сфере образования из разных городов проходят не в первый раз. На этот раз в Таллинн приехали представители Тарту, Пярну, Вильянди и Нарвы, где в системе образования немало проблем. При этом стоит отметить, что у Нарвы значительно больше общих со столицей сложностей в этой сфере. И там, и там есть русскоязычные школы, где немало педагогов не владеют эстонским языком в необходимом объеме, а переход неотвратимо надвигается, и поблажек ждать не приходится. У нас общие цели, и, безусловно, многие проблемы, наверное, у нас тоже общие, поэтому очень важно, может быть, не искать какое-то сложное индивидуальное решение, а обсуждать и находить общие хорошие мысли, да, решения. Но проблемы не только с переходом на эстонский язык. Основная проблема, которая касается практически всех школ страны, это нехватка квалифицированных педагогов. Этот вопрос также обсуждался на сегодняшней встрече. «Самым большим вызовом для нас на сегодняшний день является нехватка учителей. И эта проблема также касается, казалось бы, не самого большого города, как Тарту. Очень сложно найти хорошего учителя. Не то чтобы их вообще нет. Вопрос в том, какой квалификации этот педагог». Обсуждалось, среди прочего, и положение ребят, которые вынуждены были приехать к нам из Украины. Немало семей поселилось в самых разных наших городах. И, как отметили, например, представители Вильянди, в целом ребята охотно изучают эстонский язык. Хотя и есть те, кому необходима дополнительная мотивация. В общем, представителям сферы образования действительно было что обсудить. Важно то, что, по общему мнению, гости, так сказать, не плакали со своей тяжкой долей. Хотя им по всей стране нелегко, а делали конструктивные предложения. Впрочем, в пятницу такие предложения должны поступить и от госпримирителя, пытающегося всеми силами примирить, как ему и положено, учителей и правительства. Но более подробно об этой очень полезной встрече и тех важных для педагогов, родителей и детей в вопросах, которые поднимали представители сферы образования, расскажет гость в нашей студии. Вадим Малышкин, Иллер Луб, Новости Таллина. И в продолжении темы сегодня Андрей Канта, вице-мар города, ведущий образованием, стал гостем нашей студии, так сказать, по горячим следам и со свежими впечатлениями от встречи с работниками и руководителями школ и гимназии из разных уголков страны. И своими мыслями мы попросили его поделиться, тем более, что Таллинн оппозицию упрекает в том, что он мало внимания уделяет переходу на эстоноязычное обучение, и на северо-востоке дела идут лучше. Так ли это? Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Как дела в Нарве по сравнению с этим прекрасным городом? Таллинн отстает наравне, впереди? Ну, прежде всего, я посещал этот прекрасный город с целью ознакомить коллег с нашим планом по переходу на эстонский язык обучения, с теми мерами поддержки, которые мы будем оказывать и уже оказываем школам и детским садам. И, в общем-то, коллеги очень интересовались теми мерами, которые мы предлагаем, и кое-что возьмут на вооружение. Это значит, что все-таки Таллинн действительно делает очень многое для того, чтобы этот переход случился, случилось все правильно, корректно и максимально безболезненно? Ну, я считаю, что, по-моему, на сегодняшний момент нет ни одного местного самоуправления, где так детально и так подробно весь процесс перехода был бы разобран, что называется, на составные части, и мы предоставили общественности конкретный план, и сейчас, уже завтра, мэр будет защищать бюджет в нашем горсобрании. Это значит, что все те планы будут иметь и денежное покрытие. Как вам кажется, слышен ли голос Сталина выше? На последней встрече с министром образования я считаю, что мы очень подробно обсудили процесс перехода на эстонский язык обучения для детей с особыми образовательными потребностями, и очень подробно мы говорили о вступлении в силу закона об основной школе и гимназии, а именно квалификационных требований для учителей и работников системы поддержки. То есть мы со своей стороны рассказывали о том, какие методы и меры поддержки мы будем оказывать нашим специалистам, и с другой стороны мы, конечно, ждем, что министерство образования будет с пониманием относиться к тому, что далеко не все учителя смогут эти квалификационные требования, в общем-то, достигнуть. Подводя итоги такой встречи, можно ли сказать, что и в столице, и в сельской местности, и в провинции проблемы, собственно, во всех школах одинаковые? Мы можем сказать, что на сегодняшний момент самая главная проблема – это отсутствие квалифицированных учителей, которые не просто с пониманием, а со всей ответственностью и с подготовкой могли бы осуществлять процесс в новой реальности. Это значит, что учитель должен уметь руководить учебным процессом в многоязычной среде, и в том числе должен владеть методикой преподавания интегрированного подхода в обучении, когда учитель является одновременно и предметником, и учителем языка. Как вам кажется, стоит ли такие встречи продолжать? Что касается обмена информацией между местными самоуправлениями, однозначно стоит. И, безусловно, я думаю, что те встречи с Министерством образования, которые, я надеюсь, будут все-таки проходить на регулярной основе, они тоже возымеют определенный эффект. Вот сегодня, например, в Таллине проходит встреча пяти городов, и впервые в этом формате участвует и город Нарва. Мне очень приятно, что коллеги откликнулись на тот призыв участвовать. И как раз-таки сегодня в Доме учителя обсуждались главные изменения, которые будут касаться как школ, так и детских садов в новом учебном году. И, как правило, эти изменения связаны с изменением законодательства. Поэтому я очень рад, что коллеги обмениваются мнениями, совместно формулируют какие-то позиции и какие-то вопросы к Министерству образования. И это все не может не сказаться положительно. Спасибо большое. Спасибо. Так сложилось исторически, что центры и периферии сильно отличаются друг от друга. В столице сосредоточена власть, поэтому от провинции ждут только безусловного подчинения. И очень важно, что Таллин и наш гость Андрей Канты показывают пример того, что столь сложные вопросы нужно решать сообща. Как говорится, всем миром. И, может быть, тогда быстрее уйдут в прошлое такие, связанные с образованием, проблем, как выгорание учителей, нехватка кадров. Нас объединяет куда больше проблем, чем разъединяют противоречия. А мы переходим к другим темам. Грустная статистика последних дней показала, что показатели безработицы стали расти. Количество жителей трудоспособного возраста, но при этом не имеющих работы, перевалило за 51 тысячу. Тем важнее то, что некоторые предприятия ищут новую рабочую силу и готовы заняться ее обучением. Так, например, предприятие «Элрон» еще в августе объявило о наборе учеников для обучения их по специальности водитель-локомотива. Одна из причин набора – это то, что скоро на предприятие поступят совсем новые пассажирские поезда. Тему продолжит Сергей Вченков. Современная кабина водителя поезда в какой-то степени напоминает кабину летчика в самолете с множеством тумблеров и датчиков. А это значит, что и навыки у тех, кто управляет локомотивом, должны быть современными. Железнодорожная компания «Элерон» объявила еще летом набор учеников-машинистов-локомотивов. Занятия начались в ноябре, но уже видно, что будущие водители поездов довольны тем, что они выбрали эту специальность, как, например, Яна Юкес, которая после 19 лет жизни в Англии решила круто поменять свою жизнь. Я переехала в квартиру, где жили моя бабушка и дедушка. И квартира находится недалеко от железной дороги, мимо которой я часто гуляю с собакой. Так что я достаточно могла насмотреться на поезда. И в какой-то момент я подумала, что водить такой состав – это очень интересная профессия. 20-летний Карл Энрико Пин смог побывать на предприятии «Элерон», будучи еще школьником. Он смог увидеть внутреннее убранство кабины машиниста, и это окончательно определило его судьбу, что, кстати, еще раз доказывает перспективность идей под названием «День тени». Несколько лет назад мне удалось побывать тут в качестве рабочей тени на маршруте Таллин-Нарва. Та поездка мне дала очень подробный обзор относительно этой работы. И я понял, что я хочу этим заниматься. Первые четыре месяца идет теоретическая подготовка и проводится первоводительская практика. После успешного завершения общей подготовки и сдачи экзамена на получение прав машиниста в транспортном департаменте студенты пройдут сертификационное обучение продолжительностью до пяти месяцев, во время которого ученики смогут ознакомиться с конкретными железнодорожными линиями и поездами. Ученики очень рады и видно, что они мотивированы получить эту специальность. И теперь предстоит много работы, чтобы они в августе-сентябре следующего года смогли бы самостоятельно вывести поезд из депо. Потребность данной специализации в Эстонии растет в связи с тем, что вперед с 2024 по 2027 годы в эксплуатацию поступят 16 новых пассажирских поездов. Тем более, что во время обучения ученикам будет выплачиваться стипендия. Сергей Вченков, вам была Пава Виталий Савинский. Новости Таллина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да и в Таллине нечастые гости, во всяком случае на джазовых фестивалях. И об этом в сюжете Михаила Вадиславлева. Сегодня организаторы могут наконец после всех напастей смело произвести свою коронную фразу. Программа составлена на любой вкус. Есть оркестры разного масштаба, а есть и классические трио. Есть инструментальный джаз, но есть и вокальный. Есть классика, но есть и авангард. Есть эстонские звезды, причем в необычных сочетаниях. Есть премьеры и есть звезды-тяжеловесы мирового масштаба. Мы составили особые программы, которые подготовили для рождественского джаза. Это специальные проекты, их у нас в программе несколько. Есть эстонские артисты, которые никогда не пробовали себя на джазовых фестивалях, что делает для них выступление очень особым. Ну и, конечно, два больших артиста – Сесиль Маклорин Сальван и Грегори Портер, которых удалось собрать на одном фестивале. Это счастье. Фестиваль откроется эстонским ансамблем, но для организаторов важен следующий. И это сказано не в обиду молодым музыкантам. После завтрашнего дня организаторы отдадут все кару на долги. Европейские турни составляются сложные. Концерт ступо-звезды Сесиль Маклорин Сальван наконец состоится. Более того, ожидание принесло и некие бонусы. Дива приедет с полной группой. А Эстония, следом после Франции и Испании, станет третьей страной, в которой состоится концертный дебют новой пластинки. Не могла, не могла. А сейчас вышла новая пластинка «Мелюзин». И она приедет со своим коллективом. Программа очень интересная, поскольку эта сказка или легенда была знакома с европейцем через 10 веков или даже больше. Это женщина, которая превратится в субботнюю ночь. Змеи, полузмеи. И такая загадочная. И очень много красок там. Вышедший год назад предыдущий альбом вызвал неоднозначные отношения, хотя в нем использованы композиции из Тинга и Стиви Вандера. Но это скорее вопрос про чтение джаза, что не позволяет ему умереть. Сесиль – звезда нового поколения, обладатель трех Грэмми. И в дополнение, последний она получила как раз за лучший вокальный альбом, который поклонники джаза смогут услышать завтра. И чистоту, и точность ее исполнения не рискнет критиковать никто. Но фестиваль лишь начинается, и в афише много знакомых имен из мира не только джаза, но и поп-музыки. Михаил Владиславлев, Лиза Тупиц, Роман Васильев, новости Таллина. Животным 2023 года объявлена белка-летяга. И хотя она в последнее время стала у нас даже символом охраны природы, немногие слышали о летающей белке, видели их, а тем более фотографировали очень немногие. Такое фото считается высшим пилотажем в работе фотографов. И вот Сергей Овченков посетил открывшуюся сегодня выставку и благодаря умениям мастеров сумел поближе познакомиться с этим все еще загадочным обитателем нашей природы. Если прошлый год был годом медведя, а до этого его хозяевами были крыса, летучая мышь и бобер, то есть вполне знакомые звери, то белка-летяга настолько загадочное существо, что даже не все люди его видели живьем. Судьба летучих белок напрямую связана с их местом обитания, старыми лесами. Чтобы сохранить этот исчезающий вид, нужно больше информировать общество. Именно с этой целью выбрали белку-летягу животным нынешнего года. Открывшаяся сегодня выставка в торговом центре Юлиместа наглядно показывает, насколько интересным является этот небольшой, но в то же время очень симпатичный зверек. Считается, что в лесах Эстонии их обитает несколько сотен, но это утверждают те, кто смог их заметить и запечатлеть в некоторых лесах. Это очень скрытый зверек, и можно за ним понаблюдать, только если ты знаешь, что в определенном дереве есть норка, в которой такая белка живет. Белки-летяги обычно активны ночью, когда в лесу нет людей, они настолько сливаются с кронами деревьев, что даже с помощью приборов слежения их заметить очень сложно. Белка-летяга обитает в северо-восточной Эстонии. Площадь старых лиственных и смешанных лесов за последние годы очень сократилась. Понятно, что и летучих белок стало еще меньше, чем было прежде. Данная выставка нацелена на привлечение внимания людей к тому, что мы можем потерять этого летающего грызуна из-за того, что вырубка лесов может просто-напросто ликвидировать их популяцию на территории нашей страны. В центре Юлемиста на втором этаже поставлено большое березовое бревно, которое привлекает внимание людей. И тут же рядом находятся фотографии белок летяк, которые сделали местные фотографы. И посмотрев фотографии, многие из них наверняка задумались о ценности природы и о том, чтобы сохранить популяцию тех животных, которые на грани исчезновения. Год понемногу подходит к концу. Это означает, что в феврале следующего года будет представлен новый символ. Но это ни в коем случае не означает, что о белках летягах можно забыть. Наоборот, это еще раз очень хороший повод, чтобы задуматься о хрупкости нашей окружающей среды. Сергей Вченков, Роман Васильев. Новости Таллина. Ну а прогнозы погоды все ждут с нетерпением водителей и пешеходы, потому что их волнует грядущее состояние дорог. А дети и спортсмены надеются, что снег пролежит еще долго. Итак, прогноз синоптиков. Северо-восточный 8-13 порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 7 градусов мороза. Завтра днем сохранится облачная погода, ожидается снег и метель. Ветер северо-восточный 8-13 порывами до 18 метров в секунду. К вечеру ослабеет. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 тепла. В ночь четверга на пятницу облачный снег и метель. Ветер северо-восточный от 4 до 9 порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха 3-4 градуса мороза. В пятницу днем также облачная погода, временами снег и поземка. Ветер северо-восточный северный 4-9 порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха минус 2-3 градуса. В ночь на субботу сохранится облачная погода, пойдет снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 6 градусов ниже 0. В субботу днем также облачная погода, местами снегопад. Ветер северо-восточный-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха минус 3-4 градуса. Такой выдалась эта снежная среда. Ну а завтра нас ждут новые события, отчеты о которых прозвучат в новостях Таллина. А чтобы вечер не пропал зря, подойдите к компьютеру и обязательно проголосуйте за любимый проект народного бюджета. Каждый голос очень важен. А я прощаюсь с вами до завтра, когда новости Таллина и я, Екатерина Плехова, снова встретимся в эфире. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok